всем привет с вами оксана лифенко и сегодня у нас вторая часть мастер-класса напомню что мы с вами вяжем вот такое вот платьица по материалам по пряжи по крючку я подробно рассказывала в предыдущем видео где мы с вами вязали кокетку я оставлю ссылочку под видео и вот здесь подсказочку поэтому если вы случайно зашли на канал то сначала посмотрите свяжите вот такую кокетку а затем возвращайтесь сюда сегодня мы с вами свяжем юбочку вот эту часть до начала декоративной каемочки здесь у нас уже не будет влиять размер куколки либо ваша плотность вязания потому что здесь как бы будет общий принцип вязания вот такой вот пышные юбочки здесь больше чем солнце клёш поэтому если вы осилили лифта здесь справитесь обязательно приступаем . мы с вами вяжем столбиками с накидом поэтому для первого столбика мы вяжем 3 воздушные петли которые нам заменяет первый столбик с накидом и далее вяжем три столбика три столбика с накидом это будет наша планочка поскольку у нас платится для куколки она будет на застежки и чтобы это место не расширялась чтобы удобно было пришить или поставить кнопочки мы вяжем то есть я всегда на планку оставляю по 4 столбика в данном случае три воздушные петли и три столбика и далее по всему ряду мы вяжем прибавки то есть вяжем по два столбика с накидом в одну петлю вот такие у нас при бабочки получаются по два столбика в каждую петлю так если вам юбочка нужно менее пышная то можете делать прибавки через через одну петлю так мы сейчас с вами вяжем практически до конца ряда до последних четыре петель и которые мы тоже сделаем без прибавок у вас вот здесь если вы вяжете полностью по моему описанию то у вас вот здесь должно получиться 54 прибавки в конце ряда когда у нас осталось здесь четыре петельки мы провязываем по одному по одному столбику в каждую петлю это у нас вторая планочка 1 2 3 и 4 так делаем 3 воздушные петли подъема я обычная всегда в конце ряда делаю мне так удобнее и в изнаночном ряду мы вяжем по одному столбику в каждую петлю то есть все изнаночные ряды мы вяжем без прибавок так вяжем по одному столбику в каждую петлю обязательно следите за началом и концом ряда для того чтобы не петь не терять столбики у нас здесь в изнаночном ряду 116 петель и должно быть поначалу я очень рекомендую вам пересчитывать для того чтобы вы научились видите начало и конец ряда а мы с вами приступаем к вязанию 3 ряда мы также с вами провязываем 3 воздушные петли для первого столбика и еще три столбика для планочки 2 3 и теперь будем также с вами вязать прибавки но через две петли так после планочки мы делаем два столбика в одну петлю вот такие птички у нас получается и теперь по одному столбику в две петельки 1 2 теперь вяжем при бабочку и просто два столбика то есть по одному в следующие две петли 1 2 и так чередуем до конца ряда прибавка 2 столбика 1 2 и вяжем до конца ряда то есть чередуем прибавка 2 столбика прибавка 2 столбика всего должно получиться тридцать шесть повторений до последних вот четырех петелек мы вяжем в последние четыре петли мы вяжем по одному столбику и провяжите также изнаночный ряд без прибавок по одному столбику также у вас будет сто пятьдесят две петли по итогам третьего четвертого ряда так у нас с вами готовы 4 ряда мы приступаем к вязанию 5 3 воздушные петли и 3 столбика для планочки ким 2 3 а в прошлом лицевом ряду мы сделали с вами прибавку через два столбика сейчас будем делать через три то есть вяжем теперь с вами два столбика в одну петлю и просто три столбика 123 теперь снова вяжем прибавку и три столбика раз-два-три и так вяжем до конца ряда до последних четырех петель то есть делаем прибавку через каждые три столбика в конце ряда когда у вас останется вот здесь 4 петелечки мы просто вяжем 4 столбика то есть без прибавок всего у вас будет тридцать шесть повторений и когда пересчитаете все петельки то должно у нас уже получиться такой сейчас подождите что нас сто восемьдесят восемь петелек и после лицевого ряда тоже вяжем изнаночный ряд на изнанке мы вяжем по одному столбику в каждую петлю также сто восемьдесят восемь петель у вас по итогу здесь будет приступаем к вязанию седьмого ряда и воздушные петли и три столбика с накидом для планочки дальше в общем то идет все аналогично так вот наша планочка теперь вяжем прибавку 1 2 связали два столбика в одну петлю и теперь у нас уже идет 4 столбика 1 2 3 4 снова делаем прибавку связали два столбика в одну петлю и снова по одному в следующей 4 петельки 2 3 4 так вяжем до конца ряда повторяя прибавки через каждые четыре столбика вот наши две при бабочки между ними четыре столбика вяжем до конца ряда также у вас будет 36 повторений в конце ряда когда у нас остаются петли планочки мы вяжем по одному столбику и по итогу этого ряда когда вы пересчитаете у вас будет двести двадцать четыре столбика так свяжем лицевой ряд и вяжем изнаночный по одному столбику в каждую петлю вот такое платьица у нас с вами уже получается сейчас связано напомню нас восемь рядов по кругу у нас здесь двести двадцать четыре столбика и сейчас мы с вами соединим вязание в круг вот смотрите чтобы низ платьица смотрелся аккуратно то и чтобы она не до конца была распашное мы сейчас вот здесь вот соединим юбочку в круг и дальше будем уже вязать круговыми рядами так смотрите это у нас лицевая сторона оплатится вот видите как столбики выглядят и у нас будет левая полочка как я всегда определяю правая левая то есть если одеть платьица на куколку да то это будет на левом плече и у нас левая планочка будет сверху вот примерили значит так определились и разворачиваемся в сторону вязания находим с вами четвертую петлю то есть вот у нас первая это наши три петли подъема 2 3 4 и вводим нее крючок если сомневаетесь я света получше можно развернуть вот здесь будет четче видно 1 2 3 4 столбик значит мы правильно нашли подхватываем нашу рабочую петлю и вытягиваем ее вот таким образом у нас нахлёст получился теперь вяжем 3 петли подъема 1 2 3 и теперь нам нужно провязать 3 столбика захватывая обе стороны полотна делаем накид на крючок вводим следующую петлю левой полочки затем во вторую петлю правой полочки видите во вторую то есть этот мы пропустили потому что мы уже это у нас вместо трех петель следующий то есть вторая петелька правой полочки вытянули и провязали столбик с накидом делаем накид для следующего столбика идем уже в третью петлю так за обе стеночки в третью здесь тоже находим следующую подхватываем петельку вытянули провязали и так еще один столбик накид в четвертую петлю левой полочки в четвертую петлю правой полочки подхватили вытянули и провязали и вот такая картина у нас получилась ведь такой вот нахлёст то будет смотреться аккуратно это как раз у нас планочка под кнопочки и далее продолжаем вязать наш ряд в нем мы тоже еще делаем прибавки сейчас вяжем два столбика в одну петлю и 5 столбиков по одному столбику в каждую из следующих 5 петель 1 2 3 4 5 и давайте еще раз вяжем 2 столбика в следующую петлю и 5 столбиков 1 2 3 4 и 5 все теперь снова прибавка 5 столбиков прибавка 5 столбиков так вяжем до конца ряда так смотрите когда связали последнюю последний раз прибавку и 5 столбиков то мы сейчас должны соединить с вами ряд мы находим нашу третью петлю подъема вводим крючок подхватываем ниточку и соединяем ряд с помощью соединительного столбика этому с полустолбик без накида и смотрите несмотря на то что мы с вами соединили вязание в круг мы продолжаем вязать поворотными рядами для того чтобы у нас сохранился текстура рисунка потому что если мы сейчас просто продолжим вязать по кругу то лицевые ряды они смотрятся иначе чем чередование лицевых изнаночных поэтому мы делаем 3 воздушные петли подъема для следующего ряда разворачиваемся и вяжем по одному вот смотрите 3 воздушные петли и вот они 3 воздушные петли то есть одна над одной вот она следующая петелька мы вяжем столбик без накида если засомневаетесь то вот развернитесь и посмотрите где у вас последний столбик под в него мы и вводим крючок и это у нас с вами 10 ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю сейчас довяжите этот ряд до конца также когда в конце ряда вы сюда довяжите то тоже делаете полустолбик в третью воздушную петлю разворачивайте и вяжите следующий лицевой ряд лицевой и изнаночный то есть уже сейчас нам нужно провязать три ряда 10 11 и 12 просто по одному столбику с накидом в каждую петлю то есть без прибавок если же вы хотите пышнее юбочку сейчас покажу так у меня в этом платьице вот такая юбочка ведь и вот такой пышности если вдруг вы хотите длиннее или чтобы у вас продолжала юбочка как бы пышнее расширяться тогда вы можете продолжить делать прибавки у вас уже будет через 6 столбиков прибавка в лицевом ряду но по моему платьицу мы сейчас вяжем с вами 3 ряда столбики с накидом смотрите когда мы вяжем по кругу да и не только по кругу нам важно чтобы у нас количество петель оставалось неизменным да вот в в этих рядах у нас должно быть по 256 столбиков поэтому внимательно смотрите на начало и на конец ряда вот можно чтобы четче можно развернуться вот у нас были наши три петли подъема они идут над тремя воздушными петлями подъема и вот у нас еще один столбик не провязаны остался то есть тут можно вот так вот смотрите сомневаться она не она нужно сюда или нет поэтому вот так развернулись посмотрелись ага есть у нас еще один столбик либо же на всякий случай взяли не поленились количество столбиков много но все равно не поленитесь пересчитайте пока как бы не будете уверенными до конца что все сделали правильно соединяем ряд и все здесь у нас сейчас с 12 рядов мы ниточку эту можем отрезать я на всякий случай сейчас хвостик отрежу с небольшим запасом чтобы посмотреть если вдруг я не буду его прятать в процессе вязания то чтобы удобно было потом иголочкой спрятать в или можно сразу его спрятать как мы с вами вот здесь вот проймы делали так давайте сделаем примерку давайте посмотрим на наш сегодняшний результат смотрите вот так у нас выглядит спинка здесь уже если хотите можете чтобы удобно делать было примерки можете уже пришить или поставить кнопочки чтобы можно было в процессе застегивать вот такая у нас сейчас юбочка получается как я и говорила видео здесь вы можете регулировать либо и знать если вам не хочется такую пышно просто слегка расклешенную то можно даже вот самом первом ряде делать прибавку не в каждую петлю через одну петлю можно делать прибавки вот мы делали сначала в каждом лицевом с вами ряду можно через лицевой ряд то есть каждый получается четвертый ряд у вас будет эти прибавка можно что здесь у нас следующие ряд прибавок был через два столбика можно сразу сделать через три или наоборот через одну тогда у вас будет пушнее то здесь просто экспериментируйте проверяйте и обязательно у вас все получится в следующем видео мы с вами свяжем уже вот такую каемочку я думаю что это уже войдет в одно видео и нам потом останется связать еще свитерочек здесь я не записывала в процессе вязания поэтому мне нужно вспомнить особенно вот эти вот цветочки что-то к чему я тут вязала но я постараюсь не затягивать им пораньше выложить вам эту часть но сильно быстро не обещаю так складывается у меня сейчас обстоятельства вот и я хочу еще от всего сердца поздравить вас с новым годом пожелать вам в новом году крепкого здоровья для вас и всех ваших близких самое главное здоровье будет здоровье будет у вас и успехи во всех делах благополучия исполнения ваших желаний достижения целей мечтайте и пусть ваши мечты исполняется цели достигается я вас обнимаю желаю вам всего самого 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 наилучшего в новом году и во всех последующих годах благодарю всех за поддержку кто пишет комментарии кто отчитывался что связал кокеточку жду теперь ваши отчеты по юбочке пишите обязательно все ли было вам понятно все ли интересно буду благодарна за лайки за то что поделитесь этим видео с друзьями нажмете на кнопочку поделиться и я думаю что вашим творческим подружкам будет тоже интересно всего спасибо вам большое за просмотр спасибо что вязали вместе со мной и пока пока до новых встреч